Но главной сенсацией стал успех националистической партии «Шведские демократы». Она впервые прошла в парламент 4 года назад, а сейчас стала третьей по размеру политической силы страны. И поскольку ни одна из партий не набрала собственного большинства, по всем спорным вопросам в парламенте им придется договариваться с ультраправами. На РБК стартует спецпроект под названием «Кто все эти люди?» о новых лицах европейской политики. Первый сюжет мы посвятили Дональду Туску, избранному в конце августа председателем Европейского совета. С декабря этого года Евросоюз будет выстраивать отношения с Россией через новых руководителей. РБК выяснил, кто все эти люди. Высший орган исполнительной власти Старого Света, Еврокомиссию, возглавит бывший премьер Люксембурга Жан-Клод Юнкер. Он заменит Жозе Мануэла Борозу. А верховным представителем по иностранным делам и политике безопасности станет министр иностранных дел Италии Федерико Магирини. Она заменит британскую баронессу Кэтрин Эштон. Основные стратегические направления развития ЕС будет определять премьер-министр Польши Дональд Туск. Он утвержден на должность председателя Европейского совета. Туск заменит бельгийца Хермана ван Рампея. О том, кто должен стать председателем Европейского совета, Старый Свет долго не спорил. Дональд Туск был избран единогласно. Его желание занять этот пост стало известно еще два года назад. Об этом обмолвили соратники польского премьера. И вот, наконец, он смог его реализовать. Евросоюз, озадаченный затянувшимся кризисом на Украине, нуждался в опытном политике из Восточной Европы. В день избрания Туск выглядел вполне счастливым и уверенным в себе. После семи лет работы в качестве премьер-министра Польши очередной рывок в карьере. Теперь Туск – одна из главных фигур высшего политического органа Евросоюза. Аналитики сходятся во мнении, что региональному руководителю без посторонней помощи заручиться поддержкой старших европейских товарищей было бы невозможно. Сегодня для всех очевидно, что кандидатуру Туска пролоббировал Берлин. Я рада тому, что Дональд Туск будет следующим председателем ЕС. Европа стоит перед большими вызовами. И поэтому очень хорошо, что у нас есть такой квалифицированный и увлеченный европеец. Туска многое связывает с Германией. Хотя бы то, что этнически он не совсем поляк, а кашуб. Это национальное меньшинство, проживающее на территории Польши, на протяжении многих веков находилось под влиянием Германии. Возможно, именно из-за своей этнической принадлежности дедушка Туска в 1944 году оказался в рядах вермахта. В 2005-м, когда Туск баллотировался в президенты Польши и был лидером избирательной гонки, эта информация сыграла на руку политическим противникам Туска. Польские СМИ пестрели заголовками и даже нашли фото, на котором среди карателей СС дед Туска. Поляки были в шоке от этого факта в родословной политика. Выборы тогда неожиданно выиграл Лех Кочинский. Это первый громкий скандал вокруг Туска, который негативно сказался на его политической карьере. Второй едва не стоил поляку премьерского кресла. В прессу попала аудиозапись разговора главы Центробанка страны Марка Белки и министра внутренних дел Бартоломея Сенкевича. В разговоре Белка предлагал министру внутренних дел решить экономические проблемы правительства. Взамен глава ЦБ требовал уволить министра финансов. Эта история потрясла Польшу. Правительство обвиняли в некомпетентности. Туск в этой ситуации сыграл беспроигрышную партию. Он не отрицал, что его подчиненные и правда вели себя не лучшим образом. Однако на всю страну Туск заявил, уходить не собирается, так как все время действовал в интересах государства. И стыдиться ему нечего. А если политическим противникам сильно хочется его сместить, то он готов к досрочным выборам. В итоге правительство Туска устояло. Оно получило мандат доверия парламента. Теперь Туск получил поддержку всего Старого Света. Председатель Европейского Совета – это как дирижер оркестра. Основная задача Туска – выбрать такую симфонию, партию в которой согласятся сыграть все страны, входящие в Евросоюз. Отношение Туска к России в целом не отличается от общеевропейского. Он за введение санкций, хотя и считает их малоэффективными. Туск даже придумал создать Европейский энергосоюз, который будет противостоять России как главному экспортеру. Но пока это предложение не нашло поддержки. В украинском вопросе Туск тоже не особо оригинален. Недавно он громко с трибуны заявил, что на территории Украины в боях участвуют российские войска. Никто не воспринимает всерьез информацию о сепаратистах в Украине. Есть данные, что на востоке Украины регулярные российские военные. Эту информацию предоставили в НАТО. Подтвердили ее и наши спецслужбы. Я лично знаю Туска и могу сказать, что он точно не русофоб. Проблема другая. У него личная беда. Лучше сказать плохое мнение насчет Путина. Это было даже видно много раз. Я имею в виду прежде всего смолинскую трагедию, где Туск поверил. Несмотря на общее мнение в Польше, он поверил Путину. А потом получилось так, что нас отодвинули в нашу сторону от следствия. И это все обрушилось огромной, но бурой критикой. Это все очень сильно повредило Туску в глазах поляков. Эксперты и аналитики сходятся в том, что излишней любви Туска к России ждать не стоит. Его мнение не может быть не принято во внимание при формировании внешней политики Европейского Союза. То есть он фактически главный среди всех лидеров Европейского Союза. Туск – сильный политик и сторонник, скорее, жесткой линии в отношении нынешней политики Москвы. Это человек, который будет, безусловно, отстаивать европейские интересы в контакте с Москвой. Сейчас пост главы польского правительства – одна из самых низкооплачиваемых премьерских должностей в странах Евросоюза. Зарплата Туска составляет 240 тысяч злотых в год. Это около 3 миллионов рублей. С декабря, когда Туск вступит в новую должность, его доходы вырастут в пять раз. В придачу председателю Евросовета положен личный кортеж из пяти лимузинов. Алина Гребнева, Ирина Агапончик, Ольга Андреева, Евгений Зимин, РБК. Далее обзор с биржевых площадок от Константина Бочкарева. Мы все узнаем после короткой рекламы. Но прежде чем уйти на нее, еще раз коротко напомним главную историю этого утра. Россия подводит итоги единого дня голосования. Все действующие губернаторы-динороссы смогут отбросить поправку в Рио от своих должностей по результатам выборов глав 30 регионов. В отдельных субъектах они набрали более 90%. В Мосгордуме тоже лидирует в «Единой России». У нее 28 мандатов из 45. Серьезных нарушений на прошедших в России выборах не было. Об этом сообщаю в Центр избиркоме. В большинстве регионов единый день голосования проходил спокойно, без скандалов и инцидентов. Не считая мелких правонарушений. Это подтверждают и наблюдатели, пришедшие на выборы в различных субъектах страны. В ближайшее время Россия будет не только тратить, но и создавать резервы. Минфин предлагает спрятать в кубышку 100 миллиардов рублей на следующий год. В антикризисный фонд пойдут средства, сэкономленные на пенсиях, и остатки резервов за текущий год. Но помочь попавшим под санкции нефтяникам должен налоговый маневр. Маневры на фоне перемирия. На западе Украины стартуют международные учения с участием войск из 15 стран, включая США, Киев и самопровозглашенные республики Донбасса. Не используют передышку в боях для нового обмена пленами. А вот наблюдатели БСЕ в затишье на фронте вряд ли поверили. В районе Донецка они попали под минометный обстрел. Сегодня Левченко FAQ. Санкции в отношении российских компаний усиливаются. К чему приведут нефтегазовые войны? Сегодня в 16.35. Тойота Венза Мой город в новом свете Воспользуйтесь специальным предложением на Тойота Венза и получите выгоду от 50 тысяч рублей. Подробности у официальных дилеров Тойота и на сайте toyota.ru Здравствуйте! Это бизнес с высоким IQ. Сегодня мы расскажем, как новые технологии помогают получить конкурентные преимущества и расширить клиентскую базу. InTouch страхование помогает автомобилистам чувствовать себя уверенно. Создать продукт, выгодный и клиентам, и бизнесу, помогла услуга «Умное страхование» от МТС. МТС – лидера корпоративного рынка связи. На машины устанавливается МТОМ-датчик. Он регистрирует информацию о стиле вождения клиента и передает ее в InTouch страхование. Ответственным водителям полис обходится дешевле. Раньше в тариф закладывались характеристики всех водителей, не всегда очень ответственных. Сейчас каждый клиент может влиять на стоимость своего полиса. Ну а в случае ДТП компания получает дополнительную информацию о происшествии и может обезопасить себя от недобросовестных клиентов. МТС номер один для вашего бизнеса. В теории невозможно бегать без ног. В теории на гитаре играют пальцами. В теории трюки выполняют каскадеры. В теории нельзя побеждать в каждом матче. В теории под натиском сдаются. Триколор Микс Белого для хлебозаводов и пекарен. Триколор Микс Белого для хлебозаводов и пекарен. Триколор Микс Мука Беляевская потому и называется Беляевская, что она белая и чистая. Мука Беляевская. Белее белого. Для хлебозаводов и пекарен. Финансовых новостей на канале РБК. Меня зовут Константин Бочкарев. Для открытия торгов на московской бирже остается уже буквально 12 с половиной минут. И, кстати, не так уж и все и плохо. Потому что сейчас есть предпосылки к тому, что, да, наш рынок откроется снижением, но, скорее всего, несущественным. Может быть, четверть процента, может быть, немногим более того. Ситуация в Азии выравнивается здесь. Несмотря на то, что фондовый индекс Австралии и Гонконга падают на 0,7%, сам китайский рынок акций уже в плюсе. Плюс 0,2%. То есть плохая статистика по родичным продажам. По промышленному производству она, похоже, вдохновила инвесторов. Заставила их надеяться на то, что при таких стаданах Центральный банк Китая власти решатся на новые стимулы в поддержку китайской экономики. Если это произойдет, это будет хорошо для БРИК, для развивающихся рынков. Но пока все-таки нервозность сохраняется. Плохая статистика из Китая бьет по товарному рынку. Мы видим цены на нефть. WTI сегодня утром минус процент. Котировки Brent снижение на 0,6%. Ну и помимо замедления мировой экономики, мы видим статистику, которая указывает на рост мировой добычи сырья, или, по крайней мере, восстановление добычи в отдельных странах. А в Ливии национальная нефтяная корпорация, компания рапортовала о том, что объем добычи вырос уже до на отметке 870 тысяч баррелей. То есть предложение увеличивается. Это, опять же, оказывает давление на цены на нефть. Ну и для российского рубля, для нашего рынка было бы, конечно, здорово, если бы котировки Brent вновь оказались выше отметки 100 долларов за баррель. Ну а что касается ситуации в российской экономике, то здесь все более понятно становится, что нас ждет в текущем году. Наша экономика замедляется. На прошлой неделе, в пятницу, Банк России отметил, что мы, судя по всему, вырастим в этом году на 0,4%, если брать ВП. Ну а в следующем году рост составит примерно порядка 1%. При этом в рейтинге в агентстве ФИЧ накануне отметили то, что вероятность рецессии возросла в российской экономике. Все это на фоне, опять же, сложной ситуации в Украине, на фоне неопределенности, связанной с Украиной, с затягиванием этого конфликта. И ФИЧ, правда, ожидает, что в этом году мы вырастим примерно на полпроцента. Помимо всего прочего, аналитики Deutsche Bank понизили прогноз по российскому УВП с деталями Ярослав Лисоволик. Мы пересмотрели наш прогноз роста российской экономики с более чем 2% до 1% на следующий год. То есть достаточно серьезный пересмотр. И во многом наши опасения касаются не столько даже инвестиционной сферы, сколько замедления темпов роста потребления, которое, в свою очередь, было ключевым фактором экономического роста последние несколько лет. Здесь фактор высокой инфляции играет достаточно большую роль. Я думаю, вот эта парадигма движения к импортозамещению вряд ли также даст нам много дивидендов с точки зрения экономического роста, но вполне возможно, может породить определенные негативные тенденции в денежно-кредитной сфере, в области инфляции. И отчасти поэтому наш более негативный прогноз на следующий год.